Обновили входную группу, заменили окна и освещение, выровняли стены и покрасили. Ремонт подъездов в пятом доме поселка горбольницы номер 45 провели прошлым летом. Его ход контролировали жители, цвет стен тоже выбирали они. Когда проводились работы, подходили люди, жители, и говорили, ребята очень хорошо работают, и чисто, и аккуратно, и очень вязки. Работы тоже жители принимали? Да, работы принимали жители. Были какие-то замечания по тому, как проводились работы? Шумно, грязно, безледний период. Мы не первый год проводим работы, поэтому уже это все отлажено. Детской площадки лет 20, не меньше, бордюров вовсе не было. Качество асфальтового покрытия было неплохим, но все же далеким от идеала. Таким был двор дома номер 5. После работ по благоустройству он заметно преобразился. Нам положили новый асфальт, сделали бордюры, поставили новую детскую площадку детям. Стало лучше, конечно. Впрочем, пожелания у жителей все же есть. Например, игровой городок востребован у малышей, а детям постарше там делать нечего. Они любят играть в волейбол. И раньше здесь была сетка, которую сейчас убрали. Кроме того, площадка не освещена. Да и подойти к ней с коляской проблематично. Спуска нет. Это мы точно исправим. Будет нормальный спуск. Если нужно, еще где-то скажите. Можно от того дома. Также детскую площадку оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы там было не только светло, но и безопасно. Очень хочется, чтобы залили детский каток. Коробка есть. Третий год пишем и обращаемся в администрацию. Но третий год нам почему-то этого не делают. Дети вынуждены ездить на Спартак. Да, это не всегда удобно. К следующей зиме вопрос с заливкой катка глава округа обещала решить. Еще раньше летом начнется благоустройство двора дома номер 11. Здесь замена асфальта, расширение парковок, дополнительная детская площадка в этом году будет. До конца лета все это сделано. Еще один важный вопрос для местных жителей. Качество воды. Станция обезжелезивания была построена во время пандемии. Обслуживала ее больница. На момент передачи муниципалитету объект уже износился. До конца февраля мы успеем поменять все оборудование на станции обезжелезами. Она уже точно будет другого совершенно света. А весной еще промою всю систему. На всякий случай, чтобы не вымывала ту ржавчину, которая накопилась за несколько месяцев. Качество воды должно улучшиться уже в марте. После восстановления параметров водоснабжения ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.